Держи молоточек. Давай молоточком. Держи. Давай мы с тобой. Какой? Синий, жёлтый толкаем. Забивать молоточком разноцветные деревянные столбики и определять формы предметов Денир Гаидбаев научился совсем недавно. Мальчишке 7 лет. В этом году он официально пошёл в первый класс, но Денир заметно отстаёт в развитии от сверстников первоклассников. Обучение он проходит индивидуально на дому. Посещать уроки в общеобразовательной школе мальчик не может из-за тяжёлых диагнозов. Синдрома Веста и серьёзной содержки психоречевого развития. Где-то 6 месяцев было, я поняла, что-то не то. Потом обратились в третью детскую больницу, в город Магнитогорск. Там лечились. Потом направили нам в Уфу. В Уфе мальчику из маленького посёлка и поставили диагноз. Оказалось, болезнь начала развиваться сразу после рождения Денира. Но при выписке из роддома, по словам мамы, врачи утверждали, что сын абсолютно здоров. Уже дома у мальчика часто стали случаться приступы эпилепсии. Мама без слёз не могла смотреть на то, в каком состоянии был любимый сын. Но не теряла надежду, что ей удастся спасти ребёнка. Несколько раз ездила с ним на курсы реабилитации в Уфу. А потом регулярно привозила сына на лечение в Магнитогорск. Судрики были, кивки были. Вот сейчас это прошло, вот последствия остались. Задержка, ну, всего развития. Сейчас плохо разговаривает, на месте не сидит. Врачи сразу сообщили, что быстро положительного эффекта при столь серьёзной задержке в развитии добиться сложно. Но первые результаты уже заметили и родители мальчика, и специалисты реабилитационного центра. И улучшение в том, что он стал лучше понимать обращённую речь, хорошо знает алфавит, хорошо занимается с нейропсихологами. Лечение его реабилитационное достаточно длительное. В центре получают несколько курсов биоакустической коррекции, занятия с нейропсихологами, занятия ЛФК. Благодаря ежедневному труду специалистов и своей силе воли, мальчик начал пытаться произносить первые слова. До этого он общался с родными только звуками или с помощью крика. Но несмотря на положительную динамику, восстановление только на начальном этапе. Чтобы добиться лучшего результата, необходимо пройти ещё не один курс, а каждый стоит больше 45 тысяч рублей. Зарплата единственного кормильца в семье отца Демира уходит на дорогостоящие жизненно необходимые лекарства. Поэтому единственная надежда родителей на отзывчивых и неравнодушных людей. Если вы готовы оказать помощь семье Гаитбаевых и являетесь клиентом Сбербанка, отправьте смс на номер 900. Вначале укажите слово «Феникс» и сумму через пробел. Например, «Феникс 500». Сумма спишется с мобильного счёта. Демира будут благодарны за любую, даже самую малую помощь, ведь она может стать той самой недостающей частью. Добро, подаренное семье Гаитбаевых, позволит им верить, что в этой сложной жизни они не остались наедине со своей бедой. Задержка развития, аутизм, ДЦП, гиперактивность. Доверьте здоровье и будущее ребёнка лучшей клинике. В ней неврологии и педиатрии «Дети Индиго» – передовые технологии обследований и уникальное лечение. «Дети Индиго». Мы помогаем, когда другие бессильны. 734-55-63.